Накануне без четверти пять пополудни в Екатеринбурге в одном квартале от станции метро Чкаловская свирепые уральские ветра сдули с фасада новенького симпатичного домишки в мещанском стиле и в 10 этажей выше уровня асфальта. На Чайковского 16 огромный кусок разовощокой штукатурки. Заодно вредный ветрище сорвал со стены несколько плит утеплителя, которые в летном смысле, надо сказать, оказались немногим лучше плавучего топора, брошенного в воду. Просто чудо несусветное, что подшая штукатурка никого не пришибла и пенопласт рухнул не там, где стояли автомобили, не дешевых, надо сказать, марок. Из-за того, что сильный ветер сейчас, то есть угроза представляла опасность людям и машинам, стоящим здесь. То есть сейчас территория оцеплена. Ну да, с такой высоты и при таких порывах ветров может потравмировать людей. Даже синоптики не склонны настаивать на том, что порывы ветра вчера днем особо яростно свирепствовали в районе автовокзала в южной части большого города. Ну, слава богу, хоть никого не убило и никто не пострадал. Но это все от того, что строили очень хорошие строители в кавычках. Ясно, что с облицовкой фасада строители капитально напортачили. Вероятно, подрядчик проворовался дотла и пришлось ему затирать халтурно утепленные стены тонюсеньким слоем цементного раствора. Как утверждает председатель одноименного ТСЖ, после сдачи их дома в скороспелую эксплуатацию начался перманентный ремонт. Дом сдан два года тому назад, но мы уже после этого переделываем все за счет наших собственников. Приходится, значит, вместо того, чтобы благоустраивать дом и жить лучше, нам приходится покупать всевозможные вентили. Почему он вобрушился? Да потому что сделано все не по технологии и не как положено. Все было сделано тяп-ляп и на скорую руку. Не совсем понятно, почему строящийся дом выскользнул из рук треста «Уралмашстрой», у которого даже юридический адрес находится здесь же, в доме с ободранным лифтингом на Чайковского, 16. Куда существеннее другое. Как уточнил тот же начальник дома Владислав Ильич, достраивало их разовощекую десятиэтажку трамвайно-троллейбусное управление, которое, кстати, совсем рядом, практически за углом. С датчиком трамвайно-троллейбусное управление они будут отвечать за все. Завтра они присылают вышку и будут все переделывать. Наши эксперты не дерзнули даже предполагать, что красивый на первый взгляд домик заселили трамвайные вагоновожатые троллейбусные кондуктора. Ведь во дворе домика, за забинтованными воротами, то и дело попадаются автомобили, которые дороже бэушных трамваев и изношенных троллейбусов. Может быть, трамвайный МУП по большой нужде подался вдруг в девелоперы. Мы, не боже мой, ни на что не намекаем, но совсем недавно полиция нагрянула в головной офис ТТУ на Фрунзе. Чтобы проверить финансовые бумаги, по версии следствия, со счетов муниципальной конторы исчезли как минимум 650 тысяч рублей. Гендиректор трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник не скрывает, что подозрение пало на две фермы, которые выполняли строительные подряды для ТТУ. Уж не этот ли дом на Чайковского? Они штукатурили полиповым бумажкам. Александру Владимировичу в каком-то смысле повезло. Он живет не здесь, в розовощоком доме с облупленным фасадом, а в двухэтажном домике на Барвинке. В европейском, говорят, ветра не столь свирепы, как здесь.